всем привет друзья на этом видео хочу рассказать о том как правильно держать манок в руках о том как правильно получать клаккинг звук хотя я уже неоднократно об этом говорил но это видео для тех парней которые участвуют в рамках конкурса обучающего на странице у ребят национальной лиги охоты и рыбалки вконтакте вот туда парни скидывают свои видео о том как они манят и соответственно я и в том числе еще несколько экспертов в области охоты на водоплавающую птицу даем свои комментарии так как ошибки у всех в основном типовые я хотел бы вот записать такое небольшое обучающее видео о том как правильно держать манок в руках ну собственно с него и начнем с манка как правильно держать на своих обучающих видео и на диске в том числе на учебнике на моем сайте tk calls.ru я давал в текстовом варианте как правильно его держать на пять счетов соответственно это база общий знаменатель от которого я могу начать дальше заниматься с обучающимся соответственно человек когда осваивает манок и у него уже что-то получается приходит понимание он может держать манок так как ему удобно главное что при этом положении на пять счетов манок дает правильный звук тот звук с которым можно продолжать дальше работать я же в процессе охоты и вообще в тренировки в своей я не пользуюсь этим положением на пять счетов у меня другое совсем положение может многие уже видели из видео с охоты из других роликов обучающихся у меня такое положение при этом положении я четко контролирую каждый звук каждый даже каждый созвучий пол звука скажем я могу четко изменить громкость могу четко изменить тональность то положение при котором мне очень удобно и комфортно работать соответственно у вас оно может быть другое может быть такое может быть такое ну главное чтобы он давал правильность правильный звук правильный срыв звука и самое главное чтобы вам было комфортно работать с этим положением тоже руки у всех разные поэтому не заморачивайтесь конкретно с одним положением найдите то положения в котором вам будет наиболее удобно работать и при котором вы будете контролировать сто процентов своего выдува следующее а ну еще подчеркну то что от положения манкауруки очень много зависит зависит то как насколько чисто будет выходить звук на то сколько вам потребуется воздуха для получения того или иного звука и самое главное основная ошибка у всех кто начинает манить вот это вот хаотичное движение руки оно должно быть искорено но на самом начальном этапе потому что вы должны четко понимать когда вы делаете и что вы делаете при открывая рукой выход то есть при таком положении такой звук при таком такой при таком такой а при таком и таком уже разницы нет поэтому вы должны четко понимать в какой степени вам нужно отводить руку не просто хаотично двигать пальцами а четко контролировать звучание четко контролировать звучание манка именно вот положение руки где-то подыгрывать чтобы создать какой-то резонанс звука и добавить ему реалистичности объемности насыщенности соответственно очень постарайтесь очень подойти к этому вопросу серьезно то есть не просто так хотите определиться в каком положении что у вас правильно получается следующее о чем я хочу поговорить это о клакинге звуки кудахтания его еще так называют тот звук который очень хорошо привлекает птицу на коротких дистанциях тот звук который очень хорошо работает уже перед выстрелом непосредственно тот звук которым можно работать одной рукой второй рукой уже держаться за цевьё ружья соответствует тот звук который вам нужно делать скажем сто процентов правильно сто процентов чисто без косяков без ошибок потому что это звук применяется на ближней дистанции где птица может вас распознать и соответственно уловить фальшь и отвернуть тот звук которым нужно владеть в совершенстве именно в совершенстве его композиции его сочетаний не просто учась там по моим роликам учась по роликам других специалистов в охоте с манком а именно учась у живой птицы учась его разучивая сочетание этих звуков с со звуками другими скажем с дабл клакингом со звуком двойной двойным кликом тройным кликом просто с бубней бугнёшкой с скрейджем с низким звуком этот клакинг будет сочетаться в любой интерпретации звуков и он будет очень хорошо работать на ближней дистанции поэтому вам нужно его делать очень чисто резко звонко это вот я даю базу а дальше вы уже должны сами четко понимать когда вы делаете его тихим когда громким когда более растянутым когда более коротким это тоже очень важно потому что монотонность нужно стараться уходить от этой монотонности монотонность это одна из основных ошибок на тех роликах которые я смотрел монотонность у всех большинства участников этого конкурса у большинства присутствует монотонность также в сочетании с положением руки человек участник делает клакинг и при этом шевелит рукой не понимая что он делает клакинг должен быть четким ты должен четко понимать что ты делаешь данный момент должен делать тихий средний громкий звук все очень просто при этом добавлять интонацию звуку то есть не то что звука интонацию своему своей мелодии не просто делать монотонно а делать быть 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 добавлять ударение на слог это самая база самый базовый звук клакинг самый простой который тренируется постоянно в любом месте в любое время вы его тренируете добиваетесь его чистоты и стабильности воспроизведения у многих еще ошибка в том что человек не дожимает то есть как бы немножко либо положение много открытого места скажем так либо наоборот прослаблен выдох то есть нужно порезче туда давать манок не бояться его давать отсечку и тогда клакинг будет чистым звонким еще много конечно зависит от манка если вы хотите все же добиваться каких-то высоких высокого уровня подманивания получать удовольствие от этого надо уходить от более бюджетных скажем дешевых манков на которых это этот звук но откровенно прям не то чтобы хотелось бы а уходить все же в манки которые действительно позволяют получить этот диапазон чистым звонким и красивым который действительно будет тут тоже звук будет работать также будет приманивать каких-то ситуациях каких-то помечусь не всегда но хороший инструмент он позволяет получить многое так вот ошибка одна из ошибок получение клаккинга это недожатие звука то есть он у вас получается не до закрыты как это выглядит мне может быть не получится вот что-то такое а должен быть тут немножко дабл у меня проскочила но недожатость и нет понимания когда вы делаете громкий когда тихий звук это очень важно следующее что я хотел бы вам дать уже на перспективу вам необходимо тренировать клаккинг на фоне низкого звука этот звук скажем сочетание скрейджа и клаккинга клаккинг на фоне скрейджа очень хорошо также работает на ближних дистанциях этот звук можно сказать незаменим подманивание птицы соответственно я вам сейчас дам какие-то базовые знания дальше вы их будете аккумулировать исходя из того что будет смотреть записи живой птицы и пытаться ей подражать ну и будете миксовать потому что понятно что всеми секретами той программы которую мы используем на охоте поделиться невозможно но и по большому счету нет такой четкой программы потому что каждая охота она неповторима и все необходимо применять по месту по реакции птицы по ее поведением как она заходит как реагирует на какое сочетание звука реагирует на какой не реагирует то есть это очень тонкий процесс подманивание но давайте же я вам все же дам немножко наперед о том клаккинг и который скажем продвинутый звук это клаккинг на фоне низкого звука вам нужно уметь делать скрэйдж низкий звук вот он скрэйдж и добавлять туда клак в конце я это делаю ним вы заметили не монотон не просто трублю в трубу этот звук он должен состоять из трех четырех пяти не более то есть он подается именно дозировано порционно и это порция на эта мелодия она должна быть состоять из более низких более растянутых более коротких звуков то есть вы должны это все сочетать и только тогда это будет действительно звучать очень похоже на голос настоящей птицы гомон несколько многоголосие нескольких птиц и это будет работать на месте но и вы будете от этого удовольствия тренировать его как я вам сказал вы начинаете делать скрэйдж а потом замыкаете клаком я делаю громкий тихий громкий тихий сочетание растянутый короткий несколько клаков а если это замиксовать еще с чистым клаком без скрэйдж будет вообще очень хорошая мелодия то есть такое вот сочетание звуков она позволяет получить преимущество на охоте перед другими скажем охотниками те которые охотятся или с электронным манком или с духовым а если вы еще какую-то подберете свою свое сочетание вот этих вот созвучий я вам дал несколько вариантов это чистый клакинг подпункты пошли растянутый короткий громкий тихий уже четыре подпункта клакинг на фоне скрэйджа чистый я имею виду звонки тихий растянутый короткий с интонацией если вот эти все восемь вариаций замиксуйте между собой и сделайте какую-то мелодию состоящую из там четырех пяти клаков и будете подавать дозировано в соответствии где у вас будет находиться птица то я думаю результат у вас точно будет главное что получать от это удовольствие не только стрельбе а в самом процессе подманивания птицы потому что настрелять можно там вот из электронного манком с духовым можно переборщить с настрелом нужно четко контролировать этот момент и в какой-то степени нужно остановиться и действительно получать удовольствие от этого процесса подманивания ну что вот наверное я все что хотел я вам уже сказал так уже 13 минут пишу этот ролик если у вас возникнут какие-то вопросы если что-то будет непонятно вы пишите в комментариях к этому ролику также на страницах в соцсетях я стараюсь на фейсбуке я постоянно практически у меня онлайн там уведомление на вконтакте пореже поэтому не обижайтесь кому-то я там не отвечаю вовремя просто у меня еще и работа и семья и не всегда я успеваю ответить и порой вопросы типовые задают по которым я вот-вот выпущу видео и на этом видео будет ответ поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить видео ответы на вопросы и пишите свои комментарии к ролику я буду снимать новые коротенькие видео исходя из ваших вопросов всем пока до скорых встреч